Привет, друзья! Ну что, соскучились за нами? И мы за вами соскучились. А кто не соскучился, тот зло. Надо скучать. Короче, это все шутки. Выпуск у нас сегодня будет нифига не шуточный. Как вы знаете, мы сюда приехали на Сан-Мартен для того, чтобы сделать лодки Hull Out. Или вытащить ее на берег и сделать антифоулинг. То есть покрасить антиобразстайкой, снять старую антиобразстайку и сделать нашу лодку просто конфеттическую. И об этом будет в сегодняшнем выпуске речь. Приколом Сан-Мартена является то, что все основные ботьярды находятся во внутреннем водоеме. И чтобы туда зайти, нужно пройти под несколькими мостами, которые будут открываться, с ними связываться, договариваться. И, в общем, вот сейчас у нас выпуск будет о том, как зайти во французскую часть Сан-Мартена, через голландскую часть, пройти по всем милям, по всем мостам и по всем стрёмным и опасным милям. Я уже говорил. Итак, что я узнал? Здесь на углу, когда я проезжал, я вам уже показывал. Давайте я вам сейчас покажу еще на карте. Есть такой ботьярд, который называется Time Out ботьярд. Это self-service ботьярд, в котором вы все делаете своими руками. Ну, все, естественно, мы своими руками делать не будем, но частично будем. Итак, что я узнал? Берем листочки, берем наши мануалы и давайте рассмотрим, сейчас я вам прочитаю. Симсон Бэй на вход, на проход внутрь, есть время 11.30, 15.16 и 17. открывается первый бридж. То есть тот бридж, который запускает лодки на голландскую сторону. После этого в 15.30 нам нужно пройти второй бридж. То есть пройти по каналу, зайти к второму мосту. При этом нам нужно связаться на 12-м канале перед заходом и проговорить, что мы идем. Если мы этого не сделаем, то мосты могут вообще не открыть, если мы будем одни. Вот, после второго моста мы становимся на якорь и ждем до понедельника. То есть все вот эти вот прохождения, извините, мы будем делать в воскресенье. В понедельник нас в 8.30 встречают возле нашего якоринга и дальше нас начинают везти уже в бот-ярд, который находится на французской стороне. После этого мы поднимаемся, день стоим и через день начинаем делать сендинг там и что-то там еще. Короче, план намечен. В воскресенье, время X, мы подходим к 14.30 к первому бриджу, о себе заявляем. Естественно, это все мы будем вам показывать. Так, ну вот, мы уже и выползли из Маригот Бэй. И наша задача, вот этот край острова, мы его обходим, поворачиваем налево, обходим вот так вот весь остров, весь остров, весь остров. И где-то вот там вот, как раз первый мост, куда нам нужно, но это уже на голландской стороне. Нам идти каких-то 8 миль, то есть мы даже не будем паруса поднимать, так доползем за пару часов. Нам нужно быть там без чего-то 3, у нас еще времени много. А вот, внимание, мы сейчас проходим, видите вот этот пляж, вот. Это известный Махо Бич, на котором садятся и взлетают самолеты. В видео в прошлом о Сан-Мартене я вам показывал. Если сейчас будет кто-то садиться, он будет это делать прямо над нашей мачтой. Здесь есть буи, вот там возле пляжа, которые говорят о том, что в эту территорию нельзя заходить, потому что это как раз вот зона, где садятся самолеты. А так как мы находимся далеко, у них глиссада находится выше, то есть самолеты садятся выше значительно, чем наша мачта. А нам вот туда, где стоит этот большой-большой кораблик, мы заходим туда налево. А вот он заходит на посадку. Это он нас обходит просто, получается, мать что обходит. Ничего себе! Вот вам еще один вид на Махо Бич. Впереди мы заходим, это город Филипсбург. Там на голландской части мы должны будем зайти под мост. Те вот большие здесь красавцы стоят. Сейчас у нас времени 13.50. Нам нужно быть в 15 часов там возле этого Филипсбурга. А тут, я так понимаю, люди уже ждут входа в канал, потому что до начала канала мы встали на якорь. Куча лодок просто стоит. Короче, все очень непонятно. То, что мы сюда подошли, это еще ни о чем не говорит, потому что в 3 часа они открывают мост. Но, скажем, для нас это новая процедура, мы не знаем. Вначале выходят оттуда, вначале заходят. Кто еще с нами идет? Не идет, одни мы идем. Если бы какая-то толпа шла, так еще ладно. А когда ты идешь один, ну, может еще сейчас соберутся, потому что сейчас только 14.25. Еще время есть. Но, тем не менее, все такое немножечко нервное, потому что это два моста. Говорят, там, второй могут не открыть или наоборот открыть. В общем, короче, совершенно непонятно нифига. Поэтому ждем, будем импровизировать по месту. Надеюсь, у нас получится зайти. Народ собирается. Вот эти одни. Вот второй. Вон еще большой синенький, который тоже стоит, ждет. И еще спереди. Спереди вон катамаран стоит, он тоже идет внутрь. Данец. Северно-правая. 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 Мы приходим в 3.00 км, и сейчас мы перейдем в 3.30 км. Надо вот так вот всем сказать, кто заходит. По правилам, я так понимаю. Можно, я думаю, и так пропитать. Светопор видишь под опорами моста? А, вижу, да, зеленые. Класс поднимается, да? Ага, да, да. Он его прям вертикально выглядит, интересно? Да, да, я думаю, вертикально. Интересно, какие-то прикольные такие технологические штуки. Нас там догоняют башню. Нет. Давай быстрее, говорит Давай быстрее Вот этот флаг Томми Хилфигер Лайн С5 Там дальше Лайн С5 Мост поворачивается Класс, нравится А, понятно, почему у них получается In-out, потому что есть разделение Канала Немножечко очкую, потому что Здесь-то мы пройдем, понятно, а дальше как Я не знаю, мне говорили, что идти вот там, где Остров, там дальше уже опасно Но до этого момента типа нормально Но я вот хочу вот там, где остров слева Туда прийти Там Где-то там Туда прийти 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, принцесса, мы с тобой доехали сюда? Да, мы добрались в прекрасное место, которое оказалось не так далеко, как казалось. И не так ужасно. Страшно и ужасно, как Сережа переживал. Вот прямо видно дно. Но здесь глубина, правда, 3 метра. И вот туда в глубину можно было лезть, но что-то я решил туда все-таки... Что-то мне подсказало, туда лезть не надо. Наша осадка здесь достаточно критичная. То есть мы будем идти и ползти пузиком по дну, я думаю. Ну или около того. Ну может там в нескольких местах. А так вообще мы смелые. Но не очень, поэтому и стали в самом краю. А сейчас мы должны отправить... Кстати, вот посмотрите, какое количество лодок здесь стоит. А сейчас мне нужно в Ботьярд отправить сообщение. И завтра в 8.30 они нас должны встречать. Приехать сюда к нам на Тузике и... Ну что у нас здесь есть? Что у нас там есть? Хаба! Хрусталь и шампань. Шампань. Итак, я считаю, что эти нервы, которые были у нас сегодня... Страчены. Страчены. Они... Бля, кто так делает? Французы. Французы. Дикари? Что, как это делать? Вот ты один раз делал, и все, ты уже супермен. А до этого ты сидишь и не знаешь, как оно будет, что оно будет. И в этом... Господи. Дина. Что? Да ты все виновата. Так, кстати, ты выбирал бутылочку. Да я бутылку выбирал, а виновата ты. Ну это понятно. Все, смотри, только не в меня. Только не в меня. Все внимание на пробку. Только не в меня. Смотри, розовенькая. Давай, давай, розовеньким от меня. И так, мне тут рассказывали, что мы в кадре с детьми бухаем, материмся. Хорошо хоть пробка натуральная. А ну, скажите мне что-нибудь про пробку в море. Бухать уже есть, материться еще не было. Ну давай, давай, наливай. А будет. Итак. Ом-ном-ном-ном. Считаю, что нервы нужно лечить алкоголем. И это прекрасно у меня получается. Диночка. Ты любишь бухать? Не, не то, чтобы сильно. Ты перестала бухать по утрам? Надо ответить, да или нет. Да, нет. Даже не знаю. Друзья, за вас. Кто? А, вот эта ракета синяя. Красиво. Я думал, ты про вот этот башмачок говоришь. Это не наполевая. Нет, вот красивый, блестящий. Да, еще и градиент. Да, да, мне шикарный, класс, нравится. Так, да. Это вот эта башня. Ага, вот эта вот она точно не должна идти. Да, да. Да, я не могу идти так близко. Да, я буду идти вот здесь. О, окей. Я не могу идти так близко. Да, это, да. Это, в общем, где мы идем. Так, в общем, в любом случае, через эти башни. Окей. Давайте. Так, нам приехал pilot. И мы сейчас... Безусловно, я просто не могу снять бутылку, пока мы снять бутылку. Я могу снять бутылку? Здесь 3 метра глубины почти везде. А потом кривой канал, в котором можно куда-то увалиться. Поэтому нужно сейчас быть очень аккуратным. Я буду медленно идти. Против солнца получается. Конечно. Мы, короче, проходим мимо лодочек, ползем потихонечку. Хорошо. 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 Таким образом. Это дремон? Это дремонка? Или это просто... Это дремонка 12 лет назад. О, хорошо. Мы у нас есть несколько стульев. Да, да. 2,3. 2,2. 2,2. Ну, это 2,1. Но у нас показывает вообще эхолот. у нас 1,9 точка контакта. У нас 1,9 точка контакта. Он показывает тебе туда, правее. Ой, левее. Таким образом? Таким образом? Окей. Да. Я ползем. Что-то я очкую. Не очкую, но я так сто раз делал. Ну, хоть как раз очистим кель. Угу. Но я пока все равно иду на очень маленьких оборотах. У нас скорость 1,7. Угу. Ползем. Он тебе показал, видел, да? Мне не нравится фраза. Их иначе. Вообще. А если мы коснемся дна, то ничего страшного. Но он же сказал, что сегодня не такой хороший тайт, как хотелось бы. Ну, да. Потому что сейчас же не тайт. Сейчас же не спринг. Сейчас оно, в принципе, не сильно меняется. В принципе. насчMI. 2,1 Жесть. Да, да как с этим жить? Есть подозрение, что мы стали Я думаю, что мы перестали И остановимся Ну что, остановились О, смотри, видно? Вон от дна этот идет Видно Я думаю, что мы перестали Что-то мы стоим Что теперь делать? Ничего, сейчас едем Ну, мы сели Но мы сейчас будем отъезжать А знать бы, куда отъезжать, Сереж, не знаешь, куда? О, это вот видно, где мы, да, парашкрябали Тут опять твой один, Сереж Ничего, ничего, сейчас заедем Пока мы едем О, вот наше место О, вот наше место Сейчас 2.6 Пиздец Штикин Айланд Какая прелесть Пиздец 2.7 Можно было дронам пролететь и все посмотреть А вон кто-то вон заторчит из воды Да, отмывается Мы в этот канал заходим? Вот туда, к желтому крану, что ли? Угу У меня есть линия к нему? Угу, да Угу 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 Собачки хвостами виляют, Гато. Смотри, вот это настоящая улыбака, рыжая. Он про собак говорит. Все нравится наша подрулька. Да. Да, я сделал. Как минимум. Да. Что делать? Задяните. Субтитры создавал DimaTorzok